Всем привет! Ну что, наконец-то настал тот день, когда я делаю кухню для друга. Что именно произошло? Меня смотрит мой друг на YouTube, живет он сейчас в Европе. Написал мне сообщение, Витя, хочу кухню и хочу шкаф. Можешь ли ты мне это сделать? Естественно, я согласился, я же занимаюсь мебелью, мне же не сложно, правильно, правильно. Вот, покажу вам сейчас где-то здесь проект кухни, покажу примерный проект шкафа. Кухня будет акриловая, то есть с акриловым фасадом. Шкаф будет у нас просто раздвижная система с зеркалом и корпус ДСП под дуб, по-моему, точно не помню. Покажу вам сложности, которые у нас возникли при монтаже, то есть не монтаже самом, а когда мы делали контрольную сборку, потому что нас там подвели с помещением, я хотел вам это все показать, чтобы было все красиво, как это все собирается, как сделана присадка, но, блин, увы, так не получилось. Там друг меня выручил своим гаражом, дал мне гараж в аренду на пару дней, и мы там все это собрали. Но я постараюсь максимально это все показать, то, что было, как этот весь процесс происходил. Будут, конечно, маты, потому что как бы там не проверяли конструкторский чертеж, все равно конструктор натупил, поэтому смотрите все как есть. Погнали! Сегодня у нас контрольная сборка, у нас кухня и у нас шкаф. Шкаф у нас, в принципе, я не знаю, контрольную сделаем, но особо мы, конечно, с ним заниматься не будем, то есть сделаем такую мелкую сборку, посмотрим, все ли нормально, все ли правильно присажено. А вот с кухней как раз будем конкретно работать. То есть кухня, у нас корпус нижний черный, пенальные части тоже черные, и фасады на нижний корпус и на пеналы тоже у нас идет черный глянец. Белые, соответственно, верхний корпус весь у нас идет в белом ДСП, и белый глянцевый фасад. Фасады у нас акриловые, Ниман мы заказывали. Ну и столешница, это у нас гриджо, камень, так она выглядит. В общем, фурнитура все здесь, то есть здесь у нас вся мелочуха, и там основное крупное, это все, что касается направляющих, то есть выдвижных ящиков. Там будет несколько ящиков с типоном BlueMotion, и на шкаф у нас будет просто выдвижные ящики с доводчиком, то есть с BlueMotion. Ну и собственно, собственно, куча мелочей, куча всякой мелкой фурнитуры. Так что сейчас приступим, если будут какие-то моменты, я вам обязательно это все буду показывать. Весь корпус со всех сторон полностью кромкован, со всех. То есть это самое важное, что не будет выделять абсолютно ничего. Потому что многие фирмы грешат, говорят, что у них есть кромка со всех сторон, но, увы, а тут со всех. Даже Алексей доволен, говорит, офигенно. Как сделана присадка фасадных частей на ящике. То есть все полностью, конструктор проработал под каждый элемент. Также сами ДСПшные части, даже выписаны белые саморезы. Вот, мелочь, но приятно же. В общем, тестируем акрил, как стекло, глянец белый и черный, на царапины. Давай, Алексей, в пластик, об пластик. Только пластик оставляем, да? Да, стирается, чистенький. Да, тут лично, пневай ножом. Ну, тут без вариантов. А, вот, видно, видно, да? На ударопрочность. Что у нас есть? А, есть, да. Это молотком. А если резиновым, от него ничего не будет. Вообще ничего нет. То есть металла боимся, пластика нет. Так, белый. Царапаем. В общем, царапается металлическим молотком. Бьется вот так вот. Но резиновым можно. Ничего страшного. Да, от этим пропастируем. Пошли. Бабах, бабах. То есть прямые удары он не боится. А, нет, мятенька есть маленькая. Сейчас попробуем его вытереть, посмотреть. Вот я его вытер. И, короче, он полностью весь попоцанный, поцарапанный. Так что такая штука. В общем, что мы собрали сегодня. Всю корпусную часть. Вверх, вниз. В некоторых уже на выдвижных ящиках есть фасады. Шкаф у нас практически подготовлен. Очень замотан. На пеналы единственное не хватает черных рафиксов. То есть там в количестве 40 штук. Тут он взял и список ошибок дизайнера. То есть дизайнер, конструктор. Алексей, будут комментарии. В принципе, присажено неплохо. Приятно, что есть все отверстия. Практически все совпадают. Ну, практически. Это уже не кустарная сборка. Это уже нормально. Ну и плюс кромка, правильно? Да, это уже возможность настроить все ящики. Красиво и аккуратно. Ну, то есть, какая возможность у нас уже есть. Кромка. Кромка, видите, на торцах, в свезде все закрыто. Все ДСП полностью закрыто. Это самое главное. Так что. Что, у нас машина загружена. Так что завтра мы уже едем на монтаж за более чем 350 километров. Вот что у нас загрузилось. Инструмент. Техника. Мебель вся. Практически все собрано. Единственное, только длинные детали мы не собирали. Потому что там нам придется поднимать на пятый этаж кусочком. Поэтому завтра мы выезжаем в 5 утра. Я надеюсь, что мы в районе 9 утра будем уже на месте. У нас здесь кухня. У нас здесь шкаф. Это все делали лично мы. Поэтому кухня и шкаф для моего друга едет завтра на установку. На сегодня пока у нас все. Мы едем отдыхать, отсыпаться. Потому что утром вставать. Так что встретимся уже завтра. Пока.